Дорогие друзья, хочу поделиться с вами обалденной новостью. Вчера мы получили две визы. Две визы для украинцев, которые будут учиться на магистратуре в Кинсовом институте. И начнется их учеба в марте. Я думаю, что вы увидите видео, но увидите его попозже, потому что я уезжаю. Они приедут, видимо, вот как раз в тот момент, когда буду я уезжать. Уже будет не до съемок видео. Я искренне поздравляю Олега и Ирину с тем, что они выстрадали своей визы. Дорогие друзья, скажу честно, я верил в то, что они эти визы получат. Люди, которых я лично знаю, люди, которые уже здесь учились. И я не сомневался и делал все. Но не один я. Огромная благодарность Юрию Дякову и Олене Легоиде, которые, в общем-то, поддержали ребят. И именно вот эта вот речь, которую произнесла Олена Легоида на церемонии выпуска Кинсовом института, вы ее тоже можете увидеть, эту речь. Она сыграла огромную роль. То есть она назвала агента, она назвала свою Украину страной, которой она благодарна. Она поддержала своего партнера. Она сказала слова благодарности посольству Украины, Канберия. И, в общем-то, вот эта именно искренность, успешность Лены, вы можете видеть Лену даже в буклетах за 2017, за 2018 год. Именно эта искренность, именно искренность наших студентов, которые показали в мотивационных письмах, почему и зачем они едут учиться на магистратуру, дала возможность получить визы. Я знал и знаю Ирину и Олега хорошо, поэтому я не сомневался. Мы сделали документы лучше, чем кто-либо до этого, без исключений. И ребята получили свою визу, насколько я понимаю, без собеседования. Вот вам и Кио Ай, вот вам и тяжелый, строгий Лондон, вот и Украина. Я знаю, что ребята будут учиться. Я знаю, что ребята будут учиться хорошо, я буду им помогать. И я безумно рад. Как бы устал за эту последнюю неделю, но очень много хороших известий. Я более того скажу, мне кажется, что Kingston Institute до конца не верил в то, что ребята получат визы. Потому что позиция Департамента иммиграции, насколько я вижу, именно к республикам Украины и к России, на мой взгляд, становится более прохладной, чем даже было до этого. Но без собеседования получить вот так вот сразу и так достаточно быстро, меньше, чем за месяц визу, это многого стоит. Я просто рекомендую ребятам немедленно садиться в самолет, прилетать сюда, потому что мы все их ждем. Мы ждем ребят, зная того же самого Олега уже 6 лет, поэтому он стал членом нашего коллектива, проверенным, боевым таким и очень хорошим другом. Просто человеком приятным в нашей компании, который никогда ни он, ни Ирина нас не подводили. Я бы хотел сказать ребятам, что мы сейчас собираемся сделать, как считается Mission Impossible, невозможное в Москве для того, чтобы убедить и Департамент иммиграции, и Австрейтниш торговую палату, и участников этой выставки, и тех людей, которые придут, студенты, их родители, будющие студенты, родители, что Kingston Institute это достойный выбор, что у них есть хороший шанс получить визу. И теперь очевидно, что если люди будут в действительности относиться к делу должным образом, это начиная от ректора, то есть Адага Хинчлева, от ректора нашего университета, и от меня, чтобы в действительности хорошо были подготовлены документы, и все аспекты положительные были затронуты. Но в первую очередь студенты мы сделаем так, что теперь наши студенты будут в разы отличаться в положительную сторону от других студентов, и они имеют для этого все возможности. Это наши студенты и студенты Kingston Institute работают за 50, даже более долларов в час. Это наши студенты, наряду с такими студентами, как ребята из Японии, становятся лучшими в Kingston Institute. Это наши студенты берутся работодателями, скажем так, на расклад. Это не наши студенты, а студенты ведущих университетов Австралии продают кофе нашим студентам во всех этих выбегаловках, кафешках, ресторанчиках. Ничего с осуждением, но 18 это не 51. Это наши студенты имеют работу за 51 доллар в час, и длинные, как говорят, часы иногда по 12 штук. То есть, грубо говоря, 612 долларов за день. Это наши достижения. Если кто-то скажет, что это просто, ну, попробуйте это просто повторить. Если кто-то скажет, что это неправда, ну так спросите эти люди вокруг вас. Эти люди ждут ваших вопросов, они же на видео. И Олег с Ириной, когда приехали на курсы английского языка, они тоже были на видео. Найдите, спросите их, и вы убедитесь, что это возможно. Для тех ребят, которые поступают в Кингсон институт, пожалуйста, это абсолютно безграничный и абсолютно бесплатный источник получения информации. Той информации, которая бесценна для вас. Это не информация от учебного заведения, которая, ну, немножко заинтересованное лицо. Это не информация от агента, который не является студентом. Хотя, может быть, я и учился здесь, и не раз, но все-таки на данный момент я не студент. Это информация от тех людей, которые отлично владеют существом вопроса. Ребята, мы можем это делать. Мы можем это делать десятки раз в год, и десятки человек станут счастливыми. В противном случае, как я уже говорил, будут приезжать люди, которые, как один из ребят с Украины, он на форуме выступал, в группах ВКонтакте. Он говорил, что у него было тяжелейшее интервью, но он все-таки получил визу, и будут учиться, то есть уже, наверное, учиться в Мунаш-юниверситете 78 тысяч долларов на тот момент. Это когда обучение в нашем Кингсон-институте стоило 24 тысячи. 24 и 78. Это более чем 2 раза. 2,3. 2,2, 2,3, наверное. Разница. Точнее, я вру. Что же я говорю такое? 3,2, 3,3. То есть это огромная разница. Это ваши деньги. Я не думаю, что у вас есть лишние 50-55 тысяч долларов, чтобы выбрасывать их на ветер. И чтобы в это время торговать кофе за 18, а не продавать образование, то есть преподавать за 51. И после окончания оказаться у разбитого корыта, как очень много моих товарищей оказались, закончив университет в технологии. Я ничего не хочу сказать плохого против других университетов, но у них нет той системы поддержки студентов. А система поддержки студентов и взаимоподдержки, организованной взаимоподдержки студентов, это и есть то, чем мы сильны. И, дорогие друзья, опять-таки, Олег, Ирина, я поздравляю вас с получением этих виз. То есть вы самые обожаемые мною люди на данный момент, потому что вы всем и себе, и мне, и университету, и всем доказали о том, что даже невозможное может стать возможным при желании. Но я не сказал, что это так уж невозможно. И то, что человек, когда что-то очень хочет, он этого добьется. И если мы этого очень хотим, и вы этого очень хотите, мы этого добьемся. Спасибо, дорогие друзья, и до следующих выпусков. Продолжение следует...